Вечер добрый. Я посмотрела те комментарии, которые вы оставили при входе в вебинар. Достаточно грустные комментарии. Я надеюсь, что вы все их читали. Ну, такие, будем говорить, настраивающие на такой серьезный рабочий лад. Я так понимаю, что те люди, которые сейчас сюда пришли, эти люди готовы работать и преодолевать все препятствия на своем пути. Итак, я думаю, что все приготовились слушать. Приступаем к нашей работе. Сегодня у нас с вами практическое занятие. То есть теории мы с вами знаем очень много. Теперь давайте перейдем к практике. Сегодня мы с вами будем делать диагностику проблем вашего бизнеса. Вести занятие буду я. Зовут меня Смирнова Ирина. Я интернет-предприниматель. Я надеюсь, что здесь многие меня знают. Кто не знает, вот читайте на слайде, там все понятно. Но самое главное это то, что я по жизни своей эксперт-аудитор. И, наверное, мне сам Бог дал в руки вот эту вот возможность проводить вот такую экспертизу бизнеса. Потому что этим я занималась очень долго. И поэтому мы сейчас с вами, ну, конечно, за наше время, то, которое нам отведено всего там 45 минут, достаточно сложно будет это сделать. Но мы все же постараемся это сделать хотя бы на начальном этапе. Итак, если все готовы, приготовились к работе, давайте начнем. Ну, первое, с чего мы должны начать, это понять, что такое бизнес. Мы делаем диагностику бизнеса, значит, нам нужно понять, что же такое бизнес. Вот читайте то, что я сейчас написала на слайде. Я думаю, здесь все очень четко, ясно и понятно. Посмотрите, я выделила красным цветом. Бизнес – это по-английски у нас, да, в переводе на русский. Это просто дело или предприятие. Мы не стали забывать свой родной язык. Но мы можем сказать, что это также промысел какой-либо. Это деятельность, направленная на получение прибыли. Вот мы должны очень четко понять, что что бы мы ни делали, какой бы мы бизнес, какое бы мы дело ни открывали, «Задача наша – получить прибыль». И бизнес у нас будет успешен только в том случае, если мы будем эту прибыль получать. Поэтому прочитайте второе определение, посмотрите. Предпринимательство, предпринимательская деятельность, или это тоже самый бизнес, да, это экономическая деятельность. Обратите внимание вот здесь, я специальное это определение сюда вам поставила. направленное на систематическое получение прибыли. То есть это не просто мы получаем прибыль, а мы ее получаем систематически, то есть регулярно, иначе говоря. И очень хотелось бы, чтобы каждый раз эта прибыль увеличивалась. В этом случае наш бизнес будет успешен. А теперь прочитайте последние две строки. от производства и, опять же, красным я выделила, продажи товаров и оказание услуг. Вот в чем, собственно, заключается наш с вами бизнес. Любой бизнес. Кто бы этим бизнесом у нас не занимался. Итак, а вот сейчас я просила ответить в комментариях, но не все ответили. Я бы хотела сейчас узнать у вас ответ вот на этот вопрос. Только не спешите мне, пожалуйста, сейчас его давать. Выслушайте до конца, на какие мы с вами группы сейчас разделимся. Первая группа, которая поставит мне сейчас сотню в наших сообщениях, это те люди, которые успешные бизнесмены. То есть они вложили какие-то деньги в свой бизнес, а без этого невозможно создать бизнес, да, и получили многократную прибыль от вложенных денег. Это первая группа. Вторая группа, это те, кто поставит мне 10, это те люди, которые вложили деньги в бизнес, но получили прибыль, ну, совсем небольшую, или вышли, ну, хотя бы будем говорить, ну, так, ну, во всяком случае покрыли свои расходы. Будем говорить так. Единица, это те люди, которые вложили деньги, но ничего не получили от своего бизнеса. И последняя группа, четвёртая, это те, кто пока только ещё думает, что он будет у нас получать какой-либо бизнес. Так, Вера, я не поняла, двойка, что у нас такое. Значит, ноль, мы пока ещё думаем работать с бизнесом. Единица, это те, кто не покрыл свои расходы. Десятка, это те, кто хотя бы вышел в ноль. И сотня, это те, кто многократно покрыл расходы. Ну, надо сказать, что статистика грустная у нас, да. То есть из тех, у кого есть бизнес, практически только пока вложена сумма какая-то определённая денег, но ничего мы с вами пока не получили. Ничего страшного. Но вот у нас всё-таки есть десятки. Но вот сотню я ни одну пока не увидела. Сотен у нас с вами нет. Итак, видите, значит, мы с вами успешность нашего бизнеса определяем чем? Прибылью. Если у нас прибыль есть, хорошая прибыль, значит, бизнес у нас успешный. Но успешный бизнес отличается от неуспешного бизнеса ещё одним очень важным критерием. Это количеством ошибок, которые он сделал на своём пути. Чем больше ошибок у человека, который создаёт свой бизнес, чем больше он уходит в сторону от цели, а в сторону от цели он уходит. Вот у Ганичева сотня. Вот видите, а я пропустила. Так, вот сейчас смотрю ещё эту сотню. Вот молодец Ганичев у нас, Владимир. Он, да, но он использует столько инструментов для работы. Молодец. Он единственный у нас. Молодец. Итак, смотрим внимательно. Смотрите. Если вы допускаете ошибки в своём бизнесе, то это не то, что вы просто неправильно куда-либо идёте. А тут ситуация такая, что вы не знаете, куда идти. Вы готовы зарабатывать деньги, вы готовы их получать, вы вкладываете огромное количество сил, огромное количество денег, но не знаете, что делать дальше. Вот в чём вся обычно проблема. Те люди, которые знают, как идти к этому бизнесу, они очень быстро и легко его достигают. Итак, мы ответили с вами на наш вопрос и поняли, что для нас самое главное в нашем бизнесе – это прибыль. Это будет такой критерий, который нам будет показывать, что да, мы действительно успешны или мы не успешны. Ну а теперь давайте мы с вами попробуем оценить наш бизнес более подробно. Любой бизнес имеет свои конкретные этапы. Этапов очень много. Если такие большие брать этапы, то мы можем разделить весь бизнес буквально на 5-3 этапа. А когда углубляется человек в аудит своего бизнеса, там очень много всевозможных разветвлений, очень много точек, на которых нужно обратить внимание. Но у нас с вами времени мало, поэтому мы с вами постараемся заполнить вот эту табличку. Итак, наша задача с вами – получить результат в нашем бизнесе. А результатом нашего бизнеса будет, как мы говорили с вами, являться прибыль. Вот мы конец этой, последний столбец у этой таблицы мы и заполнили с вами. А вот теперь давайте подумаем. Помните то определение, которое мы смотрели с вами в самом начале нашего занятия? Там было написано, что прибыль получается от продажи товаров и услуг. Значит, что бы мы с вами ни задумали, результат мы сможем получить только тогда, когда у нас в руках будет продукт. Значит, в первом столбце мы с вами заполняем продукты. Давайте посмотрим, какие продукты у нас с вами могут быть. Я сейчас буду рассказывать, а вы попробуйте все это, так сказать, посмотреть у себя, что у вас есть в руках в данный момент. Или может быть, потому что у нас очень много нулей, поэтому давайте мы с вами подумаем, что бы вы могли использовать для создания собственного бизнеса. Итак, первая строка – это у нас физический продукт. Что такое физический продукт? Физический продукт – это, например, та косметика в магазине, которую покупает женщина. Вот она ее держит в руках, эту косметику, и для нее это и есть физический продукт. Физический продукт может быть у нас и в интернет-магазине. То есть в интернет-магазине мы с вами продаем в любом случае физический продукт. И вот когда мы отдаем этот физический продукт, мы должны с него получить прибыль. Что еще может быть физическим продуктом? Физическим продуктом может быть запросто ваша какая-то ручная работа. Например, вы хорошо вяжете, и вы делаете замечательную детскую одежду. Эта детская одежда у вас продается, распространяется. Вы получаете от нее прибыль. Это является вашим физическим продуктом. Итак, таких физических продуктов можно перечислить много. Помните 90-е годы, когда очень многие наши люди вынуждены были ездить с нашими клетчатыми этими сумками куда-то в Польшу, куда-то в Белоруссию, еще куда-то, и закупать какие-то продукты. Вот эти продукты были у них физические. Именно этими физическими продуктами они начинали работать со своим бизнесом. То есть в любом случае даже такой маленький бизнес – это бизнес. Это дело, которое у вас в руках. На втором месте у нас второй продукт, который называется услуга. Ну, например, вы сапожник, и вы ремонтируете обувь. Вот ремонт, который вроде бы как нельзя подержать в руках, это и есть услуга. Или, например, вы являетесь страховым агентом. Вот страхование – это та услуга, которую вы даете человеку, предлагаете человеку, и она является, эта услуга является продуктом вашего бизнеса. Услугой может быть, например, следующая вещь, как вы медицинский работник, вы врач-профессионал, и вы готовы давать консультации. Вы такие консультации могли давать по интернету, но сейчас это дело запретили. Но в любом случае какие-то лицензии люди получают и оказывают вот такие услуги. То есть консультация заочная медицинского работника, она сейчас запрещена, но это услуга. Не запрещена работа репетитора. Если вы преподаватель, хорошо знаете материалы, вы можете подготовить ребенка, например, к ЕГЭ. Вы живете на Сахалине, а ребенок живет где-то на Урале. И вы готовы с ним работать в интернет. Вот, пожалуйста, услуга, которая очень хорошо может быть оплачена. То есть вы здесь можете получать прибыль. Здесь вы тратите свои знания, тратите свое время, но все равно это ваша услуга, она будет являться тем продуктом, который вам приносит конкретную прибыль. Это понятно, да? Мы с вами работаем в интернете, и поэтому мы должны, должны с вами еще поговорить о таких продуктах, как, например, информационные продукты. Информационные продукты – это продукты, которые, как нам кажется, мы можем с вами, например, ну, тоже выдавать в виде физического продукта, например, записать какую-либо информацию, очень полезную для людей, например, на диске. И этот диск вы сможете продавать. Для вас кажется, что это вроде как физический продукт, но на самом деле вы продаете информацию. Вот это является информационным продуктом. Вот посмотрите, тоже очень часто путают, что я продаю информацию, и это вроде бы как-то является услугой. Нет, это не услуга, потому что информацию вы отдаете в руки человеку, и он ее использует и работает с ней сам. А услуга – это тогда, когда вы выполняете какой-либо заказ. Вот я вижу, что Николас написал проектирование. Да, архитекторы, я не буду далеко ходить, в Белоруссии очень много архитекторов грамотных, знаю, во всяком случае, сталкивалась, которые заочно выполняют услуги по проектированию, например, вот каких-либо зданий, домов. Но единственное, что потом приходится людям выполнять другую услугу, то есть вот давать, потому что этот проект нужно оформлять в каких-либо учреждениях вот на территории той местности, где человек собирается этот дом строить. Но все равно по проектированию услуги очень востребованы, их только надо уметь преподнести, то есть надо найти людей, которым нужна эта услуга. Вот это очень важный момент. Итак, разобрались с информационными продуктами. Следующий продукт у нас – это инструмент бизнеса. Инструмент бизнеса – это, как вам сказать, в принципе, мы инструментом бизнеса можем назвать абсолютно любой инструмент, например, молоток, гвозди, какие-то грабли, например, я не знаю, вот такие вот самые элементарные какие-то вещи, и можем в то же время назвать инструментом бизнеса, например, веб-конструктор или веб-рассылщик. Это тоже инструмент бизнеса. То есть вот эти вот вещи можно тоже продавать и на них зарабатывать. То есть это четвертый тип продукта, который у нас может быть в руках, и с которым мы можем работать. И пятый вид продукта, которым я хочу сегодня вам сказать – это партнерство. Но это не партнерка. То есть вы должны отделять партнерку от партнерства. Партнеркой можно… Это, так сказать, вид деятельности, партнерка. Это тоже заработок можно получать, здесь прибыль можно получать. Но в партнерку у вас могут быть все четыре продукта, которые вот мы с вами перечислили. И физические продукты, и услуга, и информационные продукты, инструменты бизнеса вы можете продвигать по партнерке. А вот партнерство – это совсем другой вид. Партнерство – это предложение возможности. Партнерство обычно как продукт продвигается сетевыми компаниями. Партнерство – это, ну, будем говорить, такое виртуальное предложение, которое должно принести конкретную прибыль. То есть вы продаете возможность заработать. Это тоже продукт. Но мы должны помнить о том, что сетевая компания, хорошая сетевая компания, отличается от финансовых пирамид чем? Тем, что кроме партнерства, такая сетевая компания обязательно предлагает физический продукт. Вот в этом случае у вас как бы вот два продукта, это те, кто является сетевыми, у вас два продукта, которые вы можете использовать. То есть это и пятый продукт, и первый продукт. Вот такие пять продуктов мы с вами выделяем. А теперь я хочу, чтобы вы, опять же, не торопитесь давать ответы, я хочу, чтобы вы, вся наша практическая работа заключается в том, чтобы вы осознали и немножечко, так сказать, оценили все свои возможности. Поэтому сейчас я прошу вас ответить в чате следующим образом. Написать номера тех продуктов, которыми вы владеете, или которые вы можете использовать в будущем. Но я бы хотела еще один момент указать, что если вы получаете от этого продукта хоть какую-то прибыль, и он у вас уже в руках есть, то напишите, пожалуйста, рядом с этим номером «плюс». Я жду от вас вот такую информацию. Так. Четвертый – это инструменты бизнеса, партнерства, два услуга. Угу. С минусами пишем. Четыре, пять – это инструменты бизнеса, партнерства. Вот видите, вот почему у Владимира Ганичева 100 стоит? Да потому что он четыре вида продукта, четырьмя видами продуктов владеет. Вот сколько он имеет продуктов. Ну вот, например, с Ольгой Мануленковой я не согласна. У нее не только пятерка, у нее еще и первый продукт есть, Ольга. Имейте это в виду, ведь у вас же еще есть, помимо того, что вы предлагаете партнерство, у вас есть возможность еще предложить и физический продукт. То есть два вида продукта у вас есть. Отлично. Итак. Вот Маргарита тоже. Первый, второй, четвертый, пятый, кроме информационного продукта. Татьяна, первый, пятый. Молодцы. Продуктов-то много. Так почему у нас первый вопрос был единичка до нолик? Ну-ка, давайте-ка мы с вами попробуем разобраться. Вот посмотрите, у нас все с вами есть. У нас есть с вами в руках продукт. Посмотрите, наверное, я так понимаю, все ответили на этот вопрос. У всех есть продукт. А прибыль-то вот лежит, посмотрите, через какую-то большую полосу на таблице. Аж три полосы препятствия мы с вами видим. Почему же мы никак не можем от первого столбика перейти к третьему столбику? Давайте мы будем с вами разбираться. Наверное, это все-таки связано на очень серьезный момент, которым далеко не все владеют. Это такая очень серьезная технология. И если вы этой технологией владеете, то обычно эти люди, как говорится, на вес золота в компаниях. И этих людей переманивают из одной компании в другую компанию, ну, готовы платить очень большие деньги. Это маркетологи, да, маркетинг. Что такое маркетинг? В переводе, опять же, с английского языка это рынок. Надо уметь продавать. Вот когда вы научитесь продавать, тогда вы сможете получить результат. Ну, вот когда я открываю список участников, то я вижу людей, больший процент, вот фотографии, я вижу людей, которые выросли в Советском Союзе. Вы согласны со мной? Это является одним из очень таких важных моментов. Потому что мы, те, кто вырос в Советском Союзе, как-то вот, ну, не... были предрасположены к каким-либо продажам. Мы готовы были работать, работать и работать и получать за это конкретную, так сказать, конкретные деньги. Вот продавать мы с вами ну, не особо умеем. Но надо учиться. Вот давайте мы с вами попробуем. Давайте вспомним, ну, вот такой момент. В сетевых компаниях, я вижу, что здесь очень много пятого продукта есть, поэтому я немножко отвлекусь на сетевые компании. В сетевых компаниях есть такая технология, есть такая теория, так сказать, больших чисел. В сетевых компаниях всегда говорят, ты должен предложить свой продукт или предложить свое партнерство, ты должен вот минимум 100 людям в течение дня. И, может быть, ты найдешь среди этих людей, ну, два человека или одного человека, которому понадобится твой продукт. Вот это и есть теория больших чисел. Или ты должен расклеить флайеры по городу, там, по всему, вот возьми себе в план, что ты должен расклеить флайеров, там, 120 штук, даже там люди больше расклеивали. И вот тогда кто-то, да, может, придет к тебе на собеседование. Вот эта теория больших чисел, она убивает вообще любой бизнес. В этом бизнесе, вот 1200 штук Оля говорит, вот в этом бизнесе, когда получают такой процент малой отдачи, выстаивают, стоят люди насмерть, только те, у которых, ну, как говорят, действительно, вот когда безвыходная ситуация, когда у человека вообще есть нечего, вот когда и работать он больше нигде не может, вот тогда он действительно пробивается. Ну, я надеюсь, что у нас с вами не такая плохая ситуация. Поэтому мы с вами должны сейчас, мы в интернете работаем, нам не нужно уже никакие флайеры расклеивать, да, но мы должны понять, откуда взялась эта теория больших чисел. Вот мы работаем с вами в интернет, а в интернете тоже огромное количество людей. И мы готовы предложить свой физический продукт. Но как мы там его предложим? Мы тоже должны создать какую-то, на конструкторе какую-то страничку. В этой страничку мы должны разбросать, опять же, огромному количеству людей, распространить, сделать рассылку, получить базу подписчиков. Это тоже теория больших чисел. Вы никуда от этого не денете. Вы должны отдать, так сказать, найти, отдать огромное количество времени на то, чтобы найти какие-то там золотые крупицы в огромном количестве людей. А кто эти такие люди, золотые крупицы эти? Это люди, это ваша целевая аудитория. Это те люди, кому действительно нужен ваш продукт. А найти их в таком огромном количестве очень сложно. то есть первая полоса препятствий, которая у нас с вами есть, это наша целевая аудитория. На первом шаге маркетинг подразумевает сначала, в первую очередь, обнаружить свою целевую аудиторию. Это сделать очень и очень непросто. Нашли вы свою целевую аудиторию, люди готовы у вас, то есть вот это те люди, которые интересуются тем, что вы предлагаете. Но в любом случае ваш физический продукт или ваше партнерство достаточно такое широкое предложение дает. Поэтому в этой целевой аудитории еще образуются какие-то определенные группки с какими-то определенными своими проблемами. Вот хороший маркетолог, прежде чем предложить свой продукт, он сначала нащупает критические точки у человека. Потому что спектр ваших продуктов у вас достаточно велик. Если вы эти продукты будете, например, кому-то нужно похудеть, вы должны дать какие-то там продукты, которые для похудения. Кому-то нужно наоборот поправиться. Значит, вы должны, если вы будете все это путать, а в интернете вы не видите людей, да, вы просто даете, слепую сбрасываете им информацию, то есть даже своей целевой аудитории, здесь все равно очень трудно, ну, так сказать, продать, отдать продукт до тех пор, пока вы не узнаете проблемы этого человека. То есть первая, вторая, вернее, полоса препятствий, это из целевой аудитории выбрать людей с определенными проблемами. И в этом направлении с каждой группой из этих людей работать. И вот когда вы найдете вот эти критические точки, те точки, которые больше всего волнуют людей, вы тогда только предлагаете им решение этой проблемы. То есть я думаю, что вы сейчас будете со мной согласны после того, как я выделю вот эту вот полосу ярко-синим цветом и скажу, что вот это вот, наверное, самая основная проблема у нас, которая не дает нам наш физический продукт перетащить через этих трех полосы препятствия к нашей прибыли. Согласны вы со мной? Ответьте мне, пожалуйста, потому что тогда мы будем работать с вами дальше. Согласна. Вижу своих знакомых. Да, согласна. Я знаю, что очень многие именно с этим вот здесь именно спотыкаются, потому что вот даже Владимир Ганичев в итоге говорит, что не то слово. Итак, давайте мы с вами подумаем. Подумаем так, ну, достаточно серьезно. Ну, например, мы с вами знаем, что есть такие серьезные, успешные, очень успешные компании в мире. Ну, вот такие известные успешные компании, например, ну, как Проктор и Гэмбл, который предлагает там, извините, там, прокладки, какие-то подгузники, там, Калгейт, который предлагает свою зубную пасту. Это, например, там, я не знаю, Фенкелин, Шварцко продагает там, Лак, Тафт, да, вы все время на слуху у вас эти компании. Вот, Газпром, да, вот как, вот как они продвигают свой бизнес? Вот каким инструментом они больше всего пользуются? Вот откуда мы знаем про эти компании через сеть? Через какую сеть, Оля? Через какую сеть? Вот, Людмила, реклама, совершенно верно. Ведь, посмотрите, мы с вами, какую бы программу телевизионную не смотрели, у нас везде реклама. Какую бы мы с вами не взяли печатную продукцию? Там, мужской журнал, женский журнал, там, детский журнал. Везде и всюду у нас реклама этих компаний. Постоянно, везде, вот, она нагнетает, уже достала эта реклама. Ведь так мы пытаемся ее отключить, звук убавить и так далее. Но, зачем компании тратят бешеные деньги для того, чтобы дать рекламу? А это их способ поиска целевой аудитории. Они на весь мир дают рекламу и к ним приходят только те люди, которым нужен тот продукт, который они продвигают. Известными это, да, потому что то, что на слуху у нас, то мы с вами покупаем в магазинах, да? Но, самое главное, целевая аудитория. Вот она, целевая аудитория. А посмотрите, какая реклама там? Колгейт рекламируют для зубов, которые чувствительные, для отбеливания зубов, еще какие-либо там моменты какие-то определенные. Это уже пошла вторая полоса препятствий, да, выделения проблем. А на третьей полосе препятствий уже эти компании предлагают свои продукты. Вот таким образом идет работа. А теперь скажите, мы с вами не имеем таких денег, как эти компании. Нет у нас таких денег, я больше чем уверена, что ни один присутствующий здесь не имеет таких денег. Но нам-то надо продвигаться. Вот как нам, где нам можно взять людей бесплатно практически, да, которым можно было бы дать информацию о своем продукте. Вот сейчас в современном мире работая в интернет. Наталья Умница. Соцсети. Где мы еще можем? И посмотрите, социальные сети это огромная, огромная аудитория. В этой аудитории мало того, что там находятся люди, так они еще самостоятельно делятся, собираются, группируются в определенные группки по интересам. вот нам бы эти группки найти и с этими группками поработать, выявить эти интересы и с ними работать. Особенно хороша для нас с вами на сегодняшний день это сеть ВКонтакте. Совершенно верно, Виктор, я согласна с вами абсолютно. Это сеть ВКонтакте. Почему сеть ВКонтакте? Да потому что это сеть, в которой в течение дня, в течение одних суток прибывает там 75 миллионов людей. Вот представьте, какая аудитория. И самое главное для нас это русскоязычная сеть. Нам-то, мы с вами русскоязычные товарищи, нам нужно находить свою аудиторию в русскоязычной социальной сети. Как мы это будем делать? Нам бы надо было найти какие-то группы, в которых мы бы с вами могли предложить свой продукт. Посмотрите, как хорошо социальные сети устроены. Группы-то уже готовы. Раз в этих группах уже собрались, собираются люди по интересам. Групп огромное количество в сети. Вы там, люди между собой общаются, и вы, если попадаете туда, то вы можете практически узнать все те проблемы, которые у них возникают. И когда вы узнаете эти проблемы, вы можете предложить кому-либо свои продукты. А теперь посмотрите, вот Наталья Пылкова пишет, что в социальных сетях банят. Совершенно верно, полностью с вами согласны. Вот как обойти этот момент? Каким образом нам с вами решить вопрос, чтобы мы могли заниматься с нашими потенциальными клиентами и партнерами, чтобы нас не забанили? Любая социальная сеть терпеть не может продажи. Посмотрите, она, вы как начинаете работать в социальной сети? Вы тратите огромное количество времени на то, чтобы составить какой-то текст. В этот текст вставить ссылку на какую-то свою подписную страничку или на какой-то вебинар и начинаете этот текст бросать людям в личку, в чаты, в группы, еще где-то. Как только вы превышаете этот лимит, вас банят. А столько времени было потрачено на это. Вот для того, чтобы мы с вами этот вопрос сняли, существует очень много роботов. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что для работы в социальных сетях, особенно ВКонтакте, сделано огромное количество роботов, огромное количество программ, огромное количество приложений. Но вот пройдя, покопаясь ВКонтакте по всем приложениям, я не нашла такого приложения, хотя там из-за оплаты можно как-то продвинуть ваш собственный аккаунт, но я не нашла такого приложения, где бы вы могли очень хорошо продавать продукты. Есть таргетированная реклама, но за нее надо платить, и она, ну будем говорить, достаточно дорогая. Мы когда раскрутимся с вами, вот тогда мы с вами эту таргетированную рекламу будем с ней работать. А вот сейчас как-то нам надо очень задешело раскрутиться. Так вот я вам предлагаю программу, легальную программу, и очень-очень умную программу. она вот я проработала, протестировала в течение двух недель, я разговаривала с людьми, которые ей пользуются, вот не замораживают аккаунты в этой программе. Она очень продуманна, и она никогда лишнего движения не сделает. Вот я сейчас, я хотела вам показать сначала рабочий стол, а потом подумала и решила, что оптимальный вариант, если мы с вами просто посмотрим видео. В 12 с копейками, где-то в 12 25 я засняла видео по работе вот этой программы. Давайте мы с вами сейчас это видео посмотрим. Итак, давайте посмотрим, как работает инструмент, который я хочу вам предложить. Вот посмотрите, мы говорили с вами о том, что нам нужна целевая аудитория, с которой мы будем работать. Эта целевая аудитория у нас должна уже быть на третьем этапе маркетинга. Это аудитория, у которой вы прекрасно уже знаете и понимаете все проблемы людей, которые в этой аудитории находятся. То есть вам остается только, нащупав все их критические точки, все их проблемы, только предложить решение этой проблемы. То есть это последний этап поиска вашей целевой аудитории. Это та самая группа ВКонтакте, в которой ваша целевая аудитория уже собрана. Вот теперь посмотрите, вот эта группа создана у меня ровно две недели назад. Она была создана у меня 11 апреля. Точнее, если правильно сказать, создана она была, оформлялась она раньше, но вышла в эфир она у меня с 11 апреля. То есть 11 апреля в этой группе не было ни одного человека, кроме меня. Я эту группу решила для того, чтобы показать, как работает Альтрафик, я решила не приглашать сюда людей вручную. Сюда попали только те люди, которые были приглашены вот этой программой, которую я вам хочу предложить. А теперь посмотрите, какое количество людей за две недели попало сюда в эту группу. Вот на сегодняшний момент здесь 307 человек. 307 человек пришли сюда, собственно говоря, без меня. То есть это все сделала программа. Но для того, чтобы правильно работала программа, вам нужно будет заранее потрудиться. Посмотрите, еще раз повторяю, 30 марта я начала создавать эту работу и специально и правильно оформляла группу. И это тоже нужно будет вам обязательно сделать. Каждый абсолютно вот такой вот какой-то значок, какая-то информация, какой-то баннер несет определенную какую-то информацию для людей. В данном случае контакты завязаны со мной. Здесь услуги, пожалуйста, все они показаны, какие мы можем предложить. Здесь сам альт-трафик, каким образом его купить и как сделать, и как с ним работать. Приглашение на вебинары всевозможные вот, пожалуйста, здесь через обучение. Здесь, кстати, показана программа наша, по которой мы будем с вами работать в закрытом режиме в супер-альт. А сейчас давайте поговорим, как работает сама программа. Программа называется альт-трафик. Она вот в данный момент у меня занимается тем, что приглашает людей в группы. Я сейчас отключу эту работу, чтобы показать конкретно, как она работает и как ее надо настраивать. Итак, захожу вот сюда в управление и видите, у меня идет работа, приглашение в группе, идет цикл рабочий. Вот этот рабочий цикл, вот он заканчивается в 12.23. Итак, давайте остановим цикл работы и перейдем в управление. Здесь мы видим с вами, что у нас специально сделана настройка для того, чтобы наш альт-трафик работал. У нас здесь есть пять сторонних аккаунтов. Эти сторонние аккаунты я покупала. Стоят они очень недорого, от 30 до 50 рублей. Этот аккаунт куплен и он идет вроде бы как под другим именем, но работаю в нем я. Вы знаете, что ВКонтакте и вообще любая социальная сеть продажи не слишком любит, а она очень часто просто блокирует вашу работу. Для того, чтобы этого не было, чтобы охват вашей целевой аудитории был как можно больше, закупается вот таких 5 аккаунтов. Эти аккаунты настраиваются, вы имеете логины от них, пароли, вы можете войти в каждый аккаунт и посмотрите, здесь у вас для безопасной работы программа желательно использовать не более 5 аккаунтов. Это для того, чтобы не было никакой блокировки. Еще раз повторяю, чтобы у вас не было никаких сомнений, программа легальная. Она действительно работает правильно, она никому не надоедает, она очень корректно и очень аккуратно работает со всеми посетителями социальной сети ВКонтакте. Итак, мы купили с вами эти 5 аккаунтов. Теперь мы с вами должны подобрать нашу целевую аудиторию. Как мы это делаем? Посмотрите, вот у нас здесь есть поиск групп для отслеживания. Я кликаю вот по этой кнопочке и посмотрите, здесь я могу найти те группы, в которых находится моя целевая аудитория. Ну, например, если я сюда напишу сетевой бизнес, упорядочить группы я буду по количеству пользователей, то есть они самые первые будут у меня самые высоко посещаемые. Естественно, город я беру любой, потому что я работаю в интернет. Я кликаю найти. И посмотрите, у меня появляется список групп, в которых есть название сетевой бизнес или просто сетевой, или маркетинг, или MLM и так далее. То есть вы можете подобрать здесь очень-очень большое количество всевозможных направлений. Вот посмотрите, здесь у меня 11 страниц, всего найдено 543 группы. Какие-то группы у не отслеживаются. Вот они прямо здесь показаны, что вот эти группы отслеживаются, а какие-то группы не отслеживаются. Ну вот, например, MLM, MLM база, сетевой маркетинг, бизнес, эта группа у меня не отслеживается. Для того, чтобы понять, что это за группа, я делаю вот так. Я кликаю по этой плашке, и у меня получается информация об этой группе. добавить себя бесплатно в базу MLM спонсоров, и ваши будущие партнеры смогут вас найти в нашей MLM базе. 10 691 участников. Я могу посмотреть всех участников, а могу кликнуть сюда и попросить отслеживать программу эту группу. Кликаю начать отслеживание. Все, у меня пошло отслеживание этой группы. И вот таким образом я нахожу свою целевую аудиторию. Нужен вам продвижение, например, бизнеса. Выхожу в настройки поиска и пишу здесь продвижение бизнеса. Кликаю найти. И у меня находится группа 876 групп, которые занимаются продвижением бизнеса. Значит, вы здесь можете работать сами, если это действительно вам интересно, вы здесь можете найти целевую аудиторию, вы здесь можете предложить этот же инструмент Altafic, чтобы получить быстрые деньги. Теперь вспомните о том, как вы ищите вручную эти группы и сколько время вы на это затрачиваете. Я не буду останавливаться на этом, прекрасно знаете, потому что те, кто сейчас сюда пришел, наверняка уже работал ВКонтакте. Итак, берем мы обычно группы, стараемся брать группы такие, которых участников больше 10 тысяч, чтобы охват был намного, ну такой, достаточно большой. Выхожу назад и смотрю список отслеживаемых групп. Сейчас мне покажется этот список. Список в списке должно быть 100 групп. Сейчас мы только что с вами добавили одну группу. Зачем я это сделала? Вот посмотрите, вот здесь указано количество новых участников за определенное количество часов. Где я это настраиваю? Я выхожу вот сюда в фильтр отслеживания и прошу, чтобы мне показывали новых пользователей за 24 часа. Вы можете найти их за 4, за 8 часов, за 2 дня, за 3 дня. Лучше всего за 24 часа, потому что это люди такие активные. Вот они только что работали в интернет. Они только что были в контакте. Такие горячие люди. Пишу сохранить и просматриваю группы. А теперь смотрите, у меня группы выложены, 101 группа выложена с самого большого количества новых участников до самого маленького. И вы обратите внимание, что в группах обязательно будут люди, вернее группы, у которых ноль участников новых за последние сутки. Вполне вероятно, что эта группа, ну, будем сказать, неактивная. Хотя здесь 18 тысяч человек. Что я делаю? А я удаляю эту группу. Посмотрите. Я кликаю по ней. Здесь ноль новых участников. Участников я не смотрю, я просто прошу прекратить отслеживание. И у меня эта группа уходит. Если я сейчас обновлю эту группу, то есть выйду вот сюда назад, и еще раз посмотрю список отслеживаемых групп, то у меня их будет ровно 100. Итак, я получила группы, я получила контакты, у меня есть, вернее, аккаунты, от которых будут люди приглашаться. Давайте посмотрим, что же происходит у нас дальше. А дальше я хочу, чтобы у меня приглашались определенные люди. Ну, например, пол для меня не важен, да? возраст от 30 до 60 лет я беру, город для меня тоже не важен, поэтому я оставляю этот фильтр отслеживания и приглашаю его в свою группу этих людей. Настроили, теперь выхожу назад и начинаю работать с отслеженными участниками. Как работает программа? Я хочу, чтобы очень аккуратно люди обратили внимание вот на этих аккаунтах. В этих аккаунтах у меня молодые девушки, которые целенаправленно работают в определенном направлении. Одна из них работает, например, в направлении моды, другая работает в направлении фитнеса, третья работает в направлении вязания, изделий, ручной работы и так далее. То есть это люди такие обычные аккаунты, совершенно обычные люди. Итак, я просматриваю, сколько у меня за эти циклы работы, циклов работы у меня было всего восемь, всего восемь раз я включала эту программу для работы. Я смотрю, сколько человек отлайкано всего. Отлайкано за восемь циклов 2140 новых участников. Здесь показаны возрасты, показаны кто онлайн, кто не онлайн, полностью здесь все от и до указано. Я могу посмотреть на этих людей, например, вот кликнув Светлана Соловьева, я могу прямо сразу добавить ее в друзья отсюда, я могу удалить ее из списка, а теперь посмотрите, я могу сюда ввести текст сообщения или приглашения. То есть я, например, мне нужно пригласить человека на вебинар, я сюда ввожу сообщение, и это сообщение отправляю. Понимаете, здесь все очень просто. Вы можете открыть этого человека прямо ВКонтакте, то есть вы можете нажать на вот эту ссылочку и увидеть страничку пользователя ВКонтакте, посмотреть, какие у него, ну, какая направленность у него. Итак, закрываем. Что я делаю? Я просматриваю здесь, иногда я даже этого не делаю, когда мне некогда, потому что мне нужно, чтобы работал за меня робот, а время мне мое дорого, я знаю, что он не ошибается, поэтому я делаю следующее. Я запускаю цикл лайканье, ставлю вот здесь галочку и кликаю запустить цикл и начинается рабочий цикл. Причем, посмотрите, когда идет работа, то вот эта галочка будет постоянно меняться. То есть человек, извините, программа будет лайкать новых людей, новых людей, которые пришли в эти группы. То есть не постоянная вот такая вот работа будет, а аккуратненькая очень работа по установке лайков. от разных аккаунтов. А вот теперь, пока эта работа идет, я вам скажу следующее. Вот в связи с этими, с этой работой, видите, постепенно идет, началась работа, вы здесь видите, во сколько она началась, и она будет у вас продолжаться дальше, пойдет процесс лайканье. Вот такой процесс должен идти 4 часа. Это оптимальный вариант, когда идет 4 часа. То есть за это время практически всех новых пользователей 100 групп программа успевает посетить и оставить свои лайки. Когда человек видит, что на него обратили внимание, он обращает внимание на вас. И у него уже вызывается какое-то доверие к вам. Что мы делаем дальше? Посмотрите, вот сейчас прошло часть вот от этого аккаунта была галочка, теперь смотрите, вот галочка где стоит. Прямо показано, что вот Дашенька Климова лайкает, а здесь Люба Исламова лайкала. Вот сейчас Серафима Романова начнет лайкать, вот видите, вот перескоп прошел. Вот так от каждого аккаунта идет эта работа. Но я останавливаю эту работу, то есть останавливаю цикл и ставлю галочку вот здесь добавление в друзья. После того, как вот вы нашли целевую аудиторию, то есть вы нашли из тех групп, которые вам нужны, люди туда пришли, но по своей воле в эти группы, значит, эти группы их интересуют, да, поэтому именно там ваша целевая аудитория, и вы эту целевую аудиторию, ну, так сказать, приблизили к себе, нашли. Вы этим людям, которые получили лайки от программы, вы приглашаете к себе в друзья. И все это делает, опять же, робот. Запускаем цикл, запуститься и начинается работа. Вот Светлана Горецкая отправлена заявка в друзья. Сейчас какое-то время пройдет, следующая работа будет отправлена заявка в друзья. Видите, действие от аккаунта тает у Теплова. Вот, пошло сюда. Откровенная заявка в друзья. То есть, вам не нужно будет заходить конкретно, отправлять, тратить время и так далее. И еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Вот посмотрите, в той группе, которую я вам показала, там у нас 307 человек, вот на 12 часов было, да, но у вас вот здесь вот есть еще 5 аккаунтов, и в этих 5 аккаунтах, в каждом аккаунте, вот на сегодняшний день в среднем 150 друзей. Вот, и умножьте на 5 аккаунтов, это опять целевые люди, которые предлагают вам какой-то бизнес, а вы в ответ должны предложить свой бизнес и так далее. То есть, здесь такая должна быть очень грамотная работа, о которой мы будем говорить с вами на закрытых занятиях. Итак, 150 человек в каждом аккаунте, это, считайте, 750 человек здесь, плюс 300 человек в группе, и получается, что у вас 1150, нет, 1050 человек за 2 недели у вас целевой аудитории, то есть, людей таких, которые, действительно интересен ваш бизнес. Я останавливаю этот цикл, и дальше идет цикл приглашения в группу. Ставлю здесь галочку и пишу запустить цикл. И сейчас идет действие от аккаунта Тая Кутепова. Вот, посмотрите, здесь идет прямо работа внутри самой программы. Вы здесь можете посмотреть, например, вот новый человек добавился в друзья, да, ну вот не успела я, перескочила на другой аккаунт. Здесь постоянно идет работа. Я не буду сейчас вам это показывать, я останавливаю, пусть он у меня работает дальше. Мне просто хотелось показать вам, как это вот здесь все легко и просто, в то время, пока вы занимаетесь совсем другими делами, как ваша программа, вот посмотрите, 150 друзей, как ваша программа работает без вас, выполняя вот эту вот всю черную работу, на которую необходимо отдавать огромное количество времени. Итак, я надеюсь, что я смогла вам, вас убедить и показать, насколько хорош этот робот. Еще на что нужно обратить внимание здесь, это на то, что робот очень грамотный. он никогда не повторит лайк в одном и том же месте. У вас никогда не получится так, что ваш робот будет спамить. Вот посмотрите, две недели усиленной работы робота, ни с какой стороны не идет никакой блокировки. Я знаю, что все, кто работает с этим роботом, практически заморозки аккаунтов, я не слышала, чтобы была заморозка аккаунтов. То есть работа идет очень четко, очень размеренно, очень грамотно. То есть давайте посчитаем 307 друзей в группе за 8 циклов. Это получается, что где-то 40 друзей приглашается за один цикл. Это очень хорошая работа. Итак, для того, чтобы решить ваши проблемы вашего бизнеса, то есть проблемы маркетинга, все три цикла выполняет вот эта программа. Это поиск целевой аудитории, мы сейчас с вами смотрели, выяснение информации о проблемах этих людей, это идет работа у вас в переписке, здесь уже вам придется поработать как живому человеку, но это все равно не столько времени вы тратите, здесь у вас уже готовая такая горячая аудитория. И следующий цикл люди пришли уже в группу к вам и вы им предлагаете решение их проблем. Вот все три шага маркетинга, они все лежат вот в этой программе. Ну что ж, вот мы посмотрели с вами видео, подскажите, вызвал доверие у вас этот инструмент. У меня он вызвал доверие в первую очередь, потому что я, будем говорить так, очень дорожу собственным временем, понимаете, потому что вот он, у него цикл составляет 24 часа. 4 часа работает на лайкает, 14 часов работает на приглашение, извините, на добавление в друзья, и 6 часов, это как раз 24 часа получается, он работает на приглашение в группу. А теперь представьте, он это делает все на автомате, а теперь представьте, сколько бы вам потребовалось времени выполнить эту работу. Ни у кого из нас не хватит сил работать круглосуточно и работать как робот. Поэтому я считаю, что это очень хороший у нас с вами инструмент.